Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем разговор с ландшафтным дизайнером и дендрологом Виктором Тропченко. И речь у нас пойдет о практических советах, как уберечь зимой растения от плохой зимы. У нас, можно сказать, в Ленобласти зима каждый раз преподносит какие-то сюрпризы. То оттепель, то морозы, то снегопады, то ледяной дождь. И сегодня мы как раз хотим обсудить о профилактических мерах, как можно повлиять на растения загодя, чтобы какие-то эти лимитирующие факторы учесть. Ну или то, что можно сделать уже в данный момент, непосредственно прибежав в сад с лопатой, с укрывным материалом или с чем еще. Здравствуй, Витя. Я наговорил так много, что ты, наверное, испугался. Боже мой, неужели сейчас этот человек заставит наших зрителей бежать в сад? Привет. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, может быть, уже в сад бежать немножко поздно. Особенно учитывая, что сегодня прошел ледяной дождь. И редкое явление в нашем регионе, к счастью. Арсений, выключай камеру, не будем снимать, поздно бежать. Да, тем не менее, продолжаем. Но здесь принцип «береги здоровье с молодым» тоже работает. Во-первых, выбор ассортимента растений, которые устойчивы в той или иной климатической зоне. В том числе районированные сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников. Второе – это правильная их посадка в сезон с хорошим, соответственно, хороший уход. Это третье. Правильная гидротехника посадки. Да, потому что если у вас растение себя хорошо чувствует, если оно здорово, то оно намного лучше переживет зиму, чем растение, которое подсажено кое-как, плохо сформировано, чем-то болело, было перелито или засушено, или еще что-нибудь в этом духе, или повредилось насекомыми вредителями или болезнями, хотя, как правило, они все-таки нападают на растения более-менее ослабленные. Это не правило, но… Но это как и на людей. Да, это общее место. Если мы не одеваем шапку, теплую обувь и не делаем прививку от гриппа, например, то, конечно, шансов у нас в этой зиму плохо себя чувствовать и весной еще хуже. Они достаточно высоки. Ну, ты знаешь, что вселяет в меня надежду? Я неоднократно вижу, как ты и твои коллеги не заканчивают сезон с началом снегопадов, а, собственно, я видел, как люди раскапывают сугробы, копают экскаватором мерзлую землю и сажают туда огромные елки в любые морозы. И, собственно, не переживают о том, что эти елки могут как-то себя плохо чувствовать. То есть, если все сделать грамотно, то можно это делать круглый год. И, может быть, даже зимняя посадка лучше, чем ранней весной или ранней осенью. Так называемая зимняя посадка крупномеров, в первую очередь выкопанных в природе, так называемой копанины, она связана с тем, что зимой их сажать удобнее. Потому что ком замерзший, он не развалится, газон замерзший, он не продавится. Есть возможность работать с техникой, и поэтому это используется. Что касается отпада при зимней посадке, ну, по большому счету, это даже не посадка, а инсталляция. Вы ставите растение, оно все равно не укореняется, не оседает даже, поскольку у вас все замерзшее, и яма, и само расти, и самком. Это просто чисто технологично, функционально. В этом заинтересованы в том числе ландшафтники, потому что они продлевают сезон тем самым. С точки зрения физиологии растений, конечно, посадка крупномерных деревьев, выкопанных на поле, а не в питомнике, где им регулярно обрезали корневую систему, это не лучший способ. Но они дешевые, их можно найти и приобрести в большом размере, и тем самым сразу получить какой-то объем в саду. Но это, конечно, вариант не частного сада, или частного сада с очень большим бюджетом на ландшафтные работы. То есть это, конечно, не то, что, наверное, стоит сажать у себя на участке и обсуждать даже. На мой взгляд, посадка все-таки должна быть в сезон. А сезон – это весна для растений с открытой корневой системой и комовых растений. Это осень. И для растений в контейнере, в принципе, в течение всего лета, когда нет особой жары и суши, то есть когда там на улице плюс 36 и 2 недели нет дождей, и, наверное, лучше не сажать, а все остальное время можно. Ну, Витя, я бы хотел, чтобы ты поделился лайфхаками и рассказал не просто, как нужно делать, но и почему это нужно делать. Потому что у всех садоводов есть какие-то свои способы, не все они правильные. Одни используют исключительно агротекстиль, другие – укровные материалы, третьи говорят, что достаточно мульчи, четверто – воздушно-сухое укрытие. Некоторые забинтовывают прививки на деревьях, потому что боятся, что они вымерзут, боятся некрозов каких-то. В общем, есть очень много каких-то мифов, и я знаю, что ты умеешь не просто рассказать, как нужно, а как не нужно. Ну и почему? Потому что, мне кажется, людям важно понимать смысл происходящего, то есть чтобы это не было каким-то бессмысленным, ритуальным заматыванием яблони, ее побелкой, засыпанием мульчи корневой шейкой там на высоту в полметра, ну и понимать как бы суть происходящего процесса. Хорошо, тогда давай начнем с наземной части растений. Вот мы посадили условное дерево, небольшое деревце, посадили мы его весной, посадили мы его правильно, оно прекрасно выросло летом, у нас наступает зима. Основной фактор риска, с которым может столкнуться это дерево, это ближе к весне, это так называемые морозобоины, когда кора замерзшая, нагревается на солнце, там всегда будет какое-то количество воды. Вода будет оттаивать, проникать в поры, в трещины, замерзать, расширяться. И за счет этого получается повреждение коры иногда на большой площади, иногда это с северной стороны, иногда с южной, это уже как покажет практика. Как правило, это с южной стороны происходит, там где прогревает солнце. Как защитить это дерево? Либо покрасить побелкой, но это делается только для небольших растений, для молодых растений, потому что у старых взрослых деревьев достаточно толстая кора, и они в этом уже не нуждаются. Даже если там будут морозобоины, они не повредят им. А если это молодой саженец, у которого стволик диаметром сантиметров 5, допустим, то, конечно, повреждение может быть существенное по площади. Поэтому либо это побелка, либо это использование специальной акриловой краски, которая продается для растений, либо это использование мешковины, которые аккуратненько обматывают, создавая тень, не защищая от холодного ветра, просто создавая тень. Либо это тростниковые маты. Еще один вариант, который используется с агротекстилем, мне он все-таки нравится чуть меньше, хотя, наверное, он тоже целесообразен. Дело в том, что агротекстиль, я имею в виду спонбонд, лутрасил, вот эти вот белые материалы, они, конечно, отражают свет, но они будут создавать некий парниковый эффект, поскольку они действительно работают как пленка. То есть, внутри этой вот штуки может оказаться слишком тепло. В кубираторе конденсат. Да, да. А если вы просто побелите, замотаете мешковины, поставите тростниковые маты на расстоянии, кстати, это идеально. Вот. То есть, надо соблюсти вот эти два условия. Да, первое. Обеспечить, скорее, солнце и ветра защиту, но просто многие думают, что вот эти вот все вот эти вот действия укрывные утепляют. Ну, нет. Вот этот миф о том, что что-то, чем-то можно утеплить, а не просто защитить от ветра и солнца. На самом деле, я думаю, что это, конечно, не утепление, но это снижение каких-то перепадов температур. В любом случае. Резких. Они смягчены. Они могут быть резкими, но они будут менее резкими. Да, в данной ситуации, конечно, это резко. Солнце нагрело, потом ночью мороз минус 8, днем плюс 5, минус 8, плюс 5, минус 8, особенно, если там прошел снег, дождик, еще что-нибудь. То есть, основное, от чего нам нужно защитить молодое посаженное растение, устойчивое в нашем климате, это, в первую очередь, от морозобоя. Конечно, тут можно вспомнить факторы ветровой нагрузки. Но это немножко другая история. Вы должны смотреть, что вы куда сажаете. Если у вас растение не любит оказываться на сильных ветрах, то, наверное, не надо его сажать там, где сильные ветра, иначе оно просто будет страдать. Причем не только зимой, оно будет страдать и летом. Потом заматывание прививки с целью что-то утеплить, да? Утеплить, да. Вот это, прежде всего, утеплить. Мы же берем наш любимый, дорогой, купленный какой-нибудь пиончик, и-то гибридный, купленный за хорошие деньги, и мы окучимаем его каким-нибудь торфиком, чтобы у него не вымерзли почечки, не промерзли корешочки. А на самом деле же глубина промерзания грунта, она может быть до полутора метров даже в ленобласти. Ну, это все-таки не настолько полтора метра. Есть строительные снипы, где действительно для разных грунтов просчитывается глубина промерзания средняя. Но, опять же, это тоже средние цифры, исходя из климатических явлений, исходя из низких температур, исходя из плотности грунта, песок, суглинок или вообще щебенка. Но это строительные вещи. На практике это очень сильно будет зависеть от того, сколько у вас будет поверх этого пиона лежать снега. Земля может быть даже очень немного промерзшей, очень быстро оттаять. А может наоборот. Если снега мало, а морозы сильные, то это будет глубокое промерзание. Поэтому вот эта глубина промерзания, она может быть и 20, и 30 сантиметров, может быть и метр, но это очень сильно зависит от зимы, от грунта, от количества снега, в первую очередь, и от мороза. Я так понимаю, что... Поэтому, когда вы пион... Нет, извини, прошу прощения, что переверну. Когда вы засыпаете пион, условный пион, вот этим вот торфом, желательно сухим, то есть пересушенный торф, совсем пересушенный торф, он будет очень долго впитывать влагу, то у вас создается некий аккумулятор тепла, некая такая, по-моему, строительная термина, если я не ошибаюсь, термическая масса. Я могу наврать это слово, но вот я его что-то слышал. То есть у вас создается некий объем, который медленно остывает, медленно нагревается. За счет этого пион легче перенесет суровую зиму, просто потому что у него вот это падение температуры за сутки с нуля до минус 20 будет чуть-чуть более смягчено, потому что он ведь в земле сидит. Мы ведь не говорим о пионе в горшке, мы говорим о пионе в земле, который в любом случае земля – это опять же аккумулятор тепла, это некий объем некого вещества, которое имеет какую-то скорость остывания и скорость нагрева, которая зависит от этого объема. Поэтому, когда мы берем и утепляем 30-литровый контейнер, это достаточно смешно. Мы в лучшем случае смягчим перепад температуры. Мы не утеплим его, мы не дадим ему не замерзнуть. Замерзание для растений умеренной зоны не является проблемой. Эти растения адаптированы. Эти растения эволюционировали в условиях, когда они каждую зиму замерзали и каждую весну оттаивали. Они приспособились к этому. Понятно, что мы не сажаем пальму, да? Наверное. То есть, как бы мы не утепляли наши растения сверху, они рано или поздно все равно промерзнут, и, скорее всего, корневая система у них промерзнет собственно вся и целиком. Единственное, что мы можем сделать, этот процесс сделать более плавным. Правильно я понял? Да. И для многих растений действительно критична именно скорость замерзания, скорость оттаивания. Потому что это всегда связано с водой. Соответственно, растения, любые растения, когда они готовятся к зиме, особенно если у них почка возобновления находится не под землей, не на уровне земли, то есть деревья кустарники, они в значительной степени повышают содержание антифризов, в роли которых выступает сахара, в клетках. За счет этого они могут переносить морозы, и их ткани не разрушаются при замерзании воды. Соответственно, растения, которые хуже адаптированы, они не умеют такие вещи делать. Почему, скажем, условные тропические растения, многие тропические многолетники у нас выращиваются как летники, даже кустарники. Даже петуния – это, в общем-то, бразильский полукустарник. Ну, вот скажи, может быть, есть какой-то универсальный материал, которому лучше всего защитить наше растение? Может быть, стоит тотально замульчировать все наши цветники? Например, рационально ли это? Или, может быть, дешевле сделать это, например, торфом? Или, может быть, собранный листвой? Или, может быть, последними с покошенного газона листиками травы? Что-то, может быть, есть такое? Я понимаю, что укрывные материалы ты не любишь. Нет, почему? Укрывные материалы используются для укрытия растений, которые не могут зимовать так. Если вы хотите сохранить ваши плетистые розы нормальному размеру, то вы будете их укрывать. Ну, ладно, с розами мы все поняли. Если вы хотите сохранить ваши бамбуки, хотя, конечно, это уже коллекционная штука, понятно. Да ладно бы пионы, понимаешь? Покой, ну не дают покоя пиону. Ты понимаешь? Это как будто бы... А что с ними будет? А вдруг? А вдруг будет минус 40, например? Если у вас будет минус 40... У пиона тоже есть своя. А минус 40 без снега или со снегом? Ну вот минус 33 было, а кто знает? Вот так, чтобы все вот сделать и вот всю зиму не смотреть тревожно прогнозы погоды. Что минус 35, наверное, у меня сейчас все умрет. К сожалению, этого не удастся избежать, потому что каждый год это лотерея. Зима – это такой период в жизни растений в нашей зоне, где это всегда риски. Мы не можем гарантировать, что вот это вот не погибнет. В конце концов, оно может погибнуть и летом, если там налетят вредители. Ну, чтобы мы с чистой совестью, я сделал все. Мульча, торф, укрывной материал. Ага, и греющая лента. Кабель. И теплица сверху. Неплохо было бы, но хотелось бы, потому что еще и пришло. И тогда уже можно переходить с пионов на фаленопсис. Действительно, все логично. Ну, успокой нам, понимаешь, выпиши нам такой вот этой интеллектуальной валерьянки. Интеллектуальная валерьянка звучит следующим образом. Сажайте то, что устойчиво, относитесь к этому проще. Помню, пометую о том, что у каждого садовода есть свое кладбище, не только у врача. И, соответственно, ну, вот что можно сделать с пионами, чтобы они не погибли. Ну, извини, но пионы, которые у нас выращиваются по большей части, хотя они устойчивы в нашем климате, большая часть сортов будет зимовать без особых проблем. Если вы купили пресловутые корни и топиона в поздней осени, то, наверное, их надо где-то аккуратно. Действительно, может быть, имеет смысл даже сделать воздушно-сухое укрытие над посадкой. Может быть, а может быть и нет. Потому что, по моему опыту, с воздушно-сухим укрытием прекрасно зимуют горшки с многолетниками, устойчивыми в нашем климате многолетниками, но горшки в торфе. Почему они там зимуют? Потому что воздушно-сухое укрытие не дает этим горшкам постоянно намокать. Вот как это работает. Да. Мы берем горшок с торфом. Понятно, что торфогрунт как самый дешевый вариант. Он самый распространенный в производстве растений контейнерных. Но у торфа есть вот такие довольно не очень хорошие особенности того, как поскольку он гигроскопичен, он может очень много впитывать влаги. И поэтому, когда этот горшок стоит и там подтаивает снег, вот это вот все плавает в глыбе льда, в ледышке. И, соответственно, плохо зимует. Сделайте вашему пиону укрытие, в крайнем случае, от влаги. Посадите его, может быть, чуть выше, если вы его приобрели осенью. Потому что я знаю, что это в октябре как раз присылают. Но я думаю, что лучше об этом расскажет Наталья Азарейдий. Это безусловно. Я думаю, что это так. В этом году меня, к сожалению, продинамило, но мы ее поймаем. Я думаю, есть просто какие-то пограничные растения. Ладно, пион, может быть, неудачный был такой пример. Храше там, например, вегела, экзохорда, клетра, спирея вангута, я не знаю. Эти все растения имеют почки возобновления не в земле, не над землей. Пионов, они находятся, ну, у ито-гибридов они чуть выше земли. Да, да. Ну, возьмем вот такие кустарники. Если мы говорим о деревьях и кустарниках, то, если вы хотите их сохранить полностью, их надо укрывать, наверное, как роза, потому что пограничные растения на то и пограничны, что они ведут себя непредсказуемо. Это игра. Ну, игра коллекционера. Ну, вариант засыпать мульчой и спать спокойно всю зиму. Вегелу? Ну, почему нет? Карликовую вегелу, например. Ну, карликовая вегела и так нормально зимой, потому что она снегом закрывается. Чтобы у нее почки возобновления хотя бы снизу, чтобы я ее мог весной все обмершее обстричь и получить компактный кустик. Если совсем боязно сделать воздушно-сухое укрытие, как для роз. Потому что практически все растения, которые не очень устойчивы в нашем климате, но при этом могущие переносить температуры минус 20, минус 25 без особого ущерба, под воздушно-сухим укрытием зимуют идеально. Из агротекстиля типа спонбонда утросила, два слоя плотностью 60 грамм на метр, натянутые на дуги, сверху там всегда падает снег. Это все прекрасно зимует. То есть, ничего лучше, кроме как добавлять туда подогрев для каких-то более экзотических вещей, типа древовидных папоротников и лимпалин. Есть и такие любители, коллекционеры, но это, надо понимать, что это не общая ситуация, это скорее какие-то эксперименты людей, которым интересно с этим возиться. Скажи, а как ты относишься к такому способу, когда люди, например, не знают делать, что делать с опавшими листьями, у многих большие листные деревья, как клены, березы, от них очень много так называемого мусора, который люди не знают, куда деть, потому что то ли это положить в компост, то ли укрыть этим цветник, то ли оставить это на газоне, очень много обсуждается, что происходит у нас в парках, когда эти листья собирают в мешки и непонятно куда-то увозят. Это немного другая история, потому что с листьями в городе, с листьями в саду, с листьями в городе и с листьями в саду разные истории. Листья на газоне, листья на дорожке, листья на цветнике, листья на цветнике в тени, это тоже разные истории. Это все разные истории. То есть нет универсального какого-то совета. Конечно, конечно. С газона листья убирать, с дорожек листья убирать, с цветников, если у вас листья мелкие, то можно их оставить, а потом сверху, но все зависит от того, сколько их насыпалось, потому что если у вас березы насыпался слой 15 сантиметров, например, то у вас растениям весной будет просто сложно пробиваться через эту замерзшую корку листьев. Это немножко другая история. Если мы говорим об укрытии, мы можем только замульчировать. Замульчировать мы можем мульчой, мы можем замульчировать листьями, мы можем замульчировать грунтом или сухим торфом, мы можем сделать воздушно-сухое укрытие. И, собственно, вариантов больше нет. Но если вы мульчируете, то надо понимать, что осенью это сдерживает понижение температуры, а весной обратный процесс. Весной эта мульча не будет давать прогреваться земле достаточно быстро. И возможно, что осенью вы нагребете ее, но у вас еще драгоценный пион. Ладно, если это пион, у пиона все равно почки низкие, даже если он позже оттает, с ним ничего не случится. Если вы замульчируете что-нибудь, условный рододендрон, который у вас весной начнет нагревать солнышко, а из-за 5-сантиметрового слоя мульчи у вас будет земля дольше оттаивать, то он просто пострадает больше, чем если он не будет замульчирован ничем. Поэтому нет, универсальных рецептов не существует. Это кажется, что раз каждый, я не знаю, на даче у бабушек или у дедушек или у родителей что-то делал, в детстве то он знает, как это делать. Ну нет, не всегда. Ну скажи хорошо, сейчас в данный момент мы все на участках имеем определенное количество снега, иногда его очень много. Возможно, этот снег можно как-то применить и накидать куда-то. Стоит ли накидать в приствольный круг, на цветник, в теплицу? В теплицу, наверное, это единственное место, куда стоит. Но это оно, скорее всего, там оттает. Потому что в саму теплицу снег не падает. Хотя я знаю, в теплице что-то зимует, то, наверное, лучше там. Хотя сама теплица выступает как воздушно-сухое укрытие. У меня был пример, когда была зима минус 38, и я увидел у человека в стеклянной теплице, небольшой стеклянный парник метров 6 или 8 площади, прекрасно перезимовал шалфей лекарственный, который был у нее в теплице полупоцарником высотой сантиметров 50. И это все прекрасно перенесло 38 за бортом, но значит внутри было ну 20. Потому что сухо. Для многих растений критична именно влажная зимовка. У нас же почему многие вымокают? Потому что вот сейчас у нас начнется оттепель, сейчас все это стает, потом это все снова замерзнет, или сверху снова у снега нападает. В итоге растения, особенно что касается кустарников, полукустарников и многолетников, их почки возобновления оказываются в слое влаги или в слое льда. И для них это плохо. Лед оттаивает, замерзает, расширяется. И, соответственно, давит, повреждает почки. Вода, это понятно, они просто начинают задыхаться, если они плавают в воде под слоем снега. То есть нет универсального рецепта. Я бы не стал никуда лишний раз подкидывать сейчас снега. Почему? Потому что если вы их будете кидать... Неизвестно, как он дальше себя поведет. Нет, известно, как он себя поведет. Любой сугроб у вас начнет поэтому уплотняться. Если у вас под этим находятся какие-то кустарники, то у вас просто будут они разломаны, у вас будет отодрана часть ветвей, у вас будет ободрана кора. И все это лучше не делать. Если у вас там многолетники, это чуть лучше, но и то, вот эта вот ледяная корка, которая образуется к весне из хорошего сугроба, она может, в принципе, привести даже к выприванию газона, я это весной видел. Вот даже для газона. Да, да. У моих заказчиков они просто складировали снег рядом с дорожкой. И весной у них был слой снега метра полтора, и весной они получили именно вдоль дорожек место, где был именно выпривший газон. Именно там, где были самые большие кучи снега, выпривали и многолетники, и выприл газон. Потому что он задохнулся, он сопрел, он плавал в воде. Ну, вот все вот это, да, лед, вода, давление, кстати, тоже, наверное, имело свое значение, но все-таки меньшее. Но в первую очередь, конечно, это то, что там не было воздуха и, скорее всего, могла быть влага. Поэтому, если вы складируете снег в какие-то места, под которыми у вас, допустим, газон или многолетники, ближе к весне это все-таки лучше раскидывать. Но вспомни, как выглядит сугроб весной. Ты на него можешь зайти. Да, он достаточно долго может таять. Он становится плотным. Больше 20 градусов, а сугроб все не тает и не тает. Он становится льдом. Он даже раньше становится льдом. Поэтому с этим нужно осторожно. И, кстати, да, когда вы будете убирать снег с дорожек, лучше максимально его раскидывать. То есть, чтобы не было каких-то снежных буртов. Это лучше по площадям. Равномерно. По площадям. Да, да. Чтобы не было... Если даже раскидывать снег, то распределять его равномерно. Квадратные сугробы не нужны. Нужно его максимально тонким словом распределить по участку. Вить, большое тебе спасибо. Я надеюсь, что все-таки у нас получился какой-то полезный разговор для зрителей. Хотя мы не смогли дать ни каких-то универсальных лайфхаков и советов. Потому что, видишь, получается, что каждая зима, каждое растение, каждое укрытие имеет как плюсы, так и минусы. И надо смотреть по каждому растению индивидуально. Но я попрошу наших зрителей, чтобы они оставляли тебе вопросы. Потому что наверняка мы о чем-то забыли. Да, мы забыли. Я вспомнил, о чем мы забыли. Может, мы сейчас это скажем? Давай, конечно, скажем. Мы забыли о притенке весной растений. Я хотел оставить это на десерт. Я хотел оставить это как раз, чтобы нам с тобой было о чем поговорить. Хорошо, но мы подробнее расскажем в другой раз. После январских правников. А вы оставляйте Виктору ваши вопросы. Я думаю, что мы сможем записать несколько серий с тобой именно ответов на вопросы. Потому что тебе их традиционно очень много. И ты можешь развернуто и интересно на них ответить. Мы запишем несколько роликов с ответами на вопросы от Виктора Тропченко. На этом все. Мы с вами прощаемся. С вами был я, Андрей Сперднов. И Виктор Тропченко, дендролог, ландшафтный дизайнер. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Виктор Тропченко, дендролог, ландшафтный дизайнер.